Добрый вечер! В эфире студия Репортер. Я, Виталий Тхемий. Традиции незыблемые. Раз в два месяца, а то и чаще. Я рад видеть в нашей студии почетного гражданина города Одессы, Одесской области, лидера Украинской морской партии Сергея Васильевича Кивалова. Здравствуйте, Сергей Васильевич. Здравствуйте. Как всегда обсуждаем актуальные события в жизни города, страны, региона. Встречаемся мы с вами в самом начале учебного года. Я поздравляю вас из Днем здания, зная, что это был для вас важный очень день, важный период. Как стартовал в сентябрь для вас? Ну, я вам хочу сказать, что для меня, как и для многих одесситов, это событие, потому что наконец-то наши дети пошли в школу. Наконец-то наши дети пошли и сели в аудиториях за парты, я имею в виду студентов и курсантов. Это очень важно. Для нас это еще и исторический новый учебный год. Он связан с тем, что мы завершили строительство общеобразовательной школы, школы будущего, и сегодня детишки пошли в первый класс, и сегодня они занимаются международной академической школой. Пытались нам испортить этот праздник. Ну, знаете, оно настолько событие значимое в целом для каждой семьи, для меня и для нашей команды, для Украинской морской партии, ну и для всех одесситов, я считаю, что те жалкие выкрики, которые организовала городская власть под забором, пришли и с какими-то плакатами, что мы не позволим, чтобы в эту школу пускали, и чтобы тут учились иудеи, и мусульмане, они просто психически больные люди. Одесса всегда была толерантным городом, и если кто-то из детей будет учиться, и родители пожелают, чтобы в этой школе учились, мы, конечно, будем брать. И сегодня мы построили там два храма, и сегодня дети будут изучать историю христианства, историю православия, и этику, и эстетику, и все то, что связано будет с воспитанием, духовным воспитанием. Я считаю, что это прогресс, и впервые мы запустили этот проект. Строили мы шесть лет. Я благодарен всем, кто принимал непосредственно участие и оказывал реальную помощь в строительстве школы будущего, мы сделали ее как показатель, как эталон, что вот такие школы должны быть в Суворовском районе, в Малиновском, в Киевском районе, такие же примерно и детские сады должны быть. Это социальные объекты, и без них невозможно что-либо строить в нашем обществе. Тяжело. Почему тяжело? Во-первых, время самое тяжелое было. Это шесть лет назад, вспомните, что было. И мы не могли, если мы уже сказали, все одесситы слышали, что именно на этом месте будет школа, мы не могли по-другому пойти. Вот вместо развлекательного центра, вместо казино, ресторанов, вместо жилых комплексов, мы построили школу. Я думаю, что это только начало. Прежде чем там высказываться по отношению, вот проплаченный митинг организовывать, ну, наверное, можно было бы и построить хотя бы одну школу. А то у нас европейские лицеи четыре мэра строило. Начинал один, второй, третий, четвертый, и за 60 лет не построили ни одну школу. Я вот вчера был в школе у нас. Там прекрасно, детишки, там они занимаются. Большие светлые классы, высота потолков больше четырех метров, там условия очень хорошие. Да, в этом году первый набор, ну, около ста человек. Я считаю, что это нормальное явление. Мы группы сформировали с учетом вот тех проблем, которые существуют, коронавирусом. Это группа 4-7 человек. Это нормально в одном классе. Мы можем в случае, если, не дай бог, у нас красная зона, если будет, то мы готовы в системе онлайн проводить занятия. Нужно создать все условия для того, чтобы они могли заниматься. Больше того, у нас же школы переполнены. Вот я посмотрел близлежащие школы, по 45 человек в классе. Но это неприемлемо. Ни одной школы нет. Строят жилые дома, не закладывают. Никакой инфраструктуры нет. Нет ни школы, ни детского садика, ни больниц. Вот что нужно строить. Любой участок, который сегодня выделяется, любой, я подчеркиваю, подпись есть руководителя городского совета или заместителя. То есть мэр рассказывает, что это не он, это сессия городского совета. Да, сессия голосует, но есть миллион рычагов, как остановить застройку центра. Поэтому нам нужно сегодня думать о том, как исправлять то, что натворили. Нам нужно думать, как построить социальные объекты, где уже построили и выстроили эти жилые комплексы, которые изуродовали полностью весь город. Сергей Васильевич, правильно ли я понимаю, что той поддержки, которая ранее была обещана городской властью, школа будущего, международная академическая школа Одесса, не получила? Они только пиарятся. А вы говорите, чтобы они рассмотрели вопрос о том, чтобы бесплатно учились дети со всех районов. Да мы и без мэра, и без городского совета решили эту проблему. У нас сегодня уже есть дети с ограниченными возможностями, пошли в первый класс. Мы не ждем милости от городской власти. Придет другой мэр, придет другой городской совет. Мы это поставим юридически, чтобы все жители знали. Оплачивайте за коммунальные услуги, и тогда со всех районов будут учиться дети. Мне не нужна помощь. Мне. Я нашел возможность, организовал и построили эту школу. Мне не нужна их помощь. Я просто думаю о Одесситах, чтобы Одесситы бесплатно учились. Потому что содержать школу 22 тысячи квадратных метров. Вы представляете, что такое 22 тысячи квадратных метров? Это как четыре десятиэтажных здания. И все это школа. Я бы мог это перевести в университет. Я бы мог это отдать под бизнес-центр. Но наша команда при поддержке Украинской морской партии, мы сказали, мы построим школу. Мы выполняем все то, что мы говорим. Мы говорим, что будет школа, вот она построена. Вы знаете, пришел как-то месяца два назад ко мне в школу Сергей Гриневецкий. И для него было очень важно. Он возглавляет команду гандбола и говорит, я такого зала спортивного никогда не видел. Это будет лучший зал в Украине. Вот мы обещали построить школу, это сделали. Мы обещали и говорили, что мы запустим новый проект, связанный с борьбой с коронавирусом. Обещали и купили тесты. И одесситов тестировали и будем тестировать сегодня бесплатно. Мы это делаем. Обещали мы то, что будет бесплатная юридическая помощь на протяжении многих лет. И сегодня 30-40 человек ежедневно оказываем такую услугу. А сегодня юридические услуги очень дорогие. Сегодня граждане приходят и получают на протяжении многих лет бесплатно эту помощь. Мы говорили, что мы запустим проект не перед выборами. Я имею ввиду бесплатные компьютерные курсы для пожилых людей. Мы запустили и он успешно работает. Сказали, вот знаете, Одесса все-таки православный город. Давайте построим первую в Украине студенческую церковь. Построили студенческий храм. Если мы взялись за строительство Национального университета юридической академии, я для одесситов говорю, вы посмотрите, мы начинали с нуля. Вообще ничего не было. Студентов не было, помещений, зданий не было. Но это государственное высшее учебное заведение. При поддержке Украинской морской партии мы создали самое мощное высшее учебное заведение под названием Национальный университет юридической академии. Это государственное высшее учебное заведение. Сегодня учатся почти 15 тысяч студентов. Сегодня 2,5 тысячи работников обслуживают этот университет. Я подчеркиваю, это рабочие места конкретно. Вот я слышу от некоторых политиков, они говорят, вы знаете, будем создавать рабочие места. Будем, а мы уже создали. Мы создали Международный гуманитарный университет, где первый набор был 7 человек. Надо мной говорили оппоненты, ну зачем вузов у нас только... Сегодня это один из самых успешных вузов, который реально помогает одесситам. Не все могут учиться в университетах, но пользоваться тем, что выпускает наш университет, я имею в виду продукция в виде услуг, я имею в виду бесплатные компьютерные курсы, я имею в виду оказание бесплатных медицинских услуг в виде тестов и в виде помощи непосредственной. Мы сегодня в медицине являемся передовиками, потому что телемедицина пойдет не только в городе Одессе, она будет распространяться на каждый район и каждое село, ну в первую очередь для одесситов. Мы обещали это и сделали. И вот то, что мы создаем, ощутимо для всей Одессы. Уже мы про Международный гуманитарный университет сказали, у нас 6 тысяч студентов, сегодня больше тысячи рабочих. Сантехники, электрики, дворники, лаборанты, преподаватели, заведующие кафедры. А это же все рабочие места. Мы готовим рабочие специальности. Одно профессиональное техническое училище обещали, что мы их сохраним. Мы их сохранили и они сегодня работают. Они сегодня финансируются и являются структурой университета, как социальный проект. Иногда мне говорят, ну вот вы, Сергей Васильевич, создали университет, не все могут учиться в университете. Да, но это мы же говорим, что Одесса это центр образования и науки и практики. Вот мы создаем и люди идут на работу. Со всей Украины приезжают для того, чтобы получить хорошее образование. Знаете, все, что мы обещаем, все то, что обещает Украинская морская партия, мы все выполняем. Мы работаем в эфире прямом, 349258, номер телефона, ждем звонков. И пока вот зритель врывается в эфир, я скажу, почему школа называется «Школа будущего», мы его называем. Буквально в конце августа прочитал от президента Зеленского такое заявление, что мы в каждой школе, в каждом детском саду построим по бассейну. А в школе, международной экономической школе Одессы, об этом задумались еще несколько лет назад. Так мы два в каждой школе. Вот мы два построили бассейна в школе. А даст, да, мне подсказывают, что есть звонок. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Артем, доброго дня, Сергей Васильевич. Добрый. Как раз в контексте того, что заговорили про школу академическую Международную Одессу, у меня есть такое вопрос. Усі ми тривалий час постерігали за будівництвом цього безпрецедентного грандіозного проекта, мабуть, у всей Украины. Была информация щодо реалізації програми пільгового навчання для детей с особливыми потребами у цей школы. Скажите, чи можно, я як батько дитини, яка має такі вади здоровья, чи можемо ми якось потрапити на навчання у цю школу? І що потрібно для цього зробити? Бо коли дивишся по школам міста Одесси, лише ваша школа на сьогодні здатна забезпечити повне комфортне навчання для дітей з інвалідністю, враховуючи їх потреби, наявності пандусів, віфтів. Ну і безумовно, те, що зараз про басейн ви заговорили. Басейн для цих дітей – це не просто спорт, це одне із методів реабілітації. І ці діти без цих басейнів не входяться, їм потрібно завжди, щоб рано чи пізно вони встали на ноги, да, і... Так, спасибо. Спасибо, Артем. Очень важное, действительно, уточнение – обучення без границ. Знаєте, я просто хочу сказати, що ми, коли строили школу, ми сразу предусмотрели. У нас с двох сторон для дітей с ограниченими возможностями, вони имеють, ну, вот, возможность заїхати в школу, якщо це необхідно. І у нас предусмотрено все для такой категории дітей – лифт, хоча 4 етажа, можна було і не робити лифт. Як правило, не во всіх школах є лифты. У нас є. У нас є можливість, ну, вот, щоб вони обучались. Ми вже взяли дітей с ограниченими возможностями, і ви, наверное, видели, ми вручили сертифікат на бесплатне обучення. Я вже сказав, вообще, к такой категории дітей нужно по-особому относиться. Ми і до цього займалися. Я вам хочу привести цифры, що в Национальному университеті юридическая академія, в Международному гуманітарному университеті, особливо то, що касається государственного высшого учебного заведення, більше 200 дітей сирот є. Ні в одному вузі країни нет такого количества дітей, які є сиротами. Тоже саме ми подошли і при строительстві школи. Ну, вот, є діти, які не мають родителей. Ми просто підтримуємо, підтримуємо через політичну силу, через Українську морську партию, і ми виспитуємо будущих спеціалістів для нашої країни, для нашого міста. На якому язіке буде йти образування в школі? Почему спрашиваю? Ви наверняка слышали і рішення суда, інтересні подвыбори, тоже касательно русського язіка. Наверняка у вас, у Украинської морської партии, у вас, як у савтора закона, на якому все основувалось. Все родители выбрали язык обучення русський. Ну, вот вам конкретний пример. Ну, і секрету ж никакого нет, що 90% населения Одесы говорять на русськом языке. Украинський, государственный язык, в нашій школі вони будуть изучати всю литературу, связаннюю з українською класикою. НО! Они будуть изучати у нас і Пушкина, і Лермонтова, і Достоєвського, і Чехова. Родители приняли такое рішення. Є рішення окружного административного суда, позорне рішення, в отношении делопроизводства в Одесском городському совете. Візнаєте, городський совет проигнорировал це. І як будь-то його нет, цього рішення. Я взагалі в пресі не бачив. Ми знали і подали апелляціонну жалобу. Українська морська партия подала свої возраження проти рішення окружного административного суда в апелляціонний административний суд. Тобто, п'ятий апелляціонний суд. І я думаю, що у нас є судебна перспектива. Ці іски посыпалися по всім городам нашої країни. І в Києві є такі ісці, і в Харківі є такі ісці. Наш закон, закон, як його в народі називають, закон Кивалова-Колісниченко, він реальний закон, він 5 років дійсував, всіх удовлетворював. Але в то же время було зафіксувано, єдиним государственним языком євляється українським. Але, учитывая то, що російськоюзючне население в таких городах, особливо, як Одеса, що 90% населения говорить на російському языку, ми, конечно, разработали цей закон. Я вже говорив о ньому, ми його провели через Венеціанську комісію, провели через комісії Парламентської ассамблеї Совета Европи, через експертизу всіх інститутів. І він работав і доволі таки успішно. Тобто, родители определялися самі, на якому языку їм відправити дітей учиться. В университетах можна читати було, в тому числі і на російському языку. Вони приняли закон, ну, ми помнім і «благодарны» Петру Алексеевичу Порошенку за його закон і за його лозунг «религія, язык і армия». І к чому привел цей лозунг, ми знаємо, що відбувалося год назад. Тобто, із-за цього у нас і не переизбрали на второй срок президента Порошенка. Я думаю, що основне було зв'язано іменно с цим. В статті 10 Конституції записано, що російський і іншіки, націй-меньшинці в Україні бути і розвиватися, і державство в лиці должностних лиц десь способувати іменно цьому. Допоминаю, ми працюємо в прямому ефірі 349258. Якщо є звінки, якщо є випроси к почетному гражданину Города Одеси, Одесської області Сергію Кивалову, звінте, спрашивайте. Сьогодні ефір більшої, всіх вислушаємо. Сергій Васильович, ми починали говорити о школі, о грандиозному строительстві. Ну, я вам скажу, що строительству рознь. Я смотрю на центр города, історический центр, як він хаотичний, іногда беспорядочно застраивається. Нет реакції тих, хто должен реагувати. Іногда є реакція, це Київ, це не ми, хто за це буде відповідати, що ми оставимо нашим потомкам? Какую Одесу? Ну, якщо ми ще продлим полномочия тих, хто натворив це, я имею в виду політичні сили, яка стояла у істоків, ось, розрішення всіх цих документів. Ну, і, якщо хочете, і мера, тому що у нас так і буде продовжатися. Посмотрите, сьогодні що робиться? Делається то, що, ну, за останні 20 років, не нанесен вред городу, як останні 5-6 років. Посмотрите, особливо зараз, особливо останні полгода, як останній день живуть. Я їду, французський бурляк, в теннисний корт. У нас большой теннис імеє, ну, таку перспективу розвития, і Естремська, і багато інших, які прославляють нашу країну на мировому уровні. І тисячі одеситів грають в теннис, і, я смотрю, просто уничтожаються спортивні площадки, і на місці спортивних площадок, де теннисні корти, все вивозиться, як мусор, і готовиться к строительству очередних многоэтажей. Ну, скільки можна? Посмотрите, я ніколи не поверю, що без разрешення городського совета чи без разрешення мэра города хоч один дом може бути построен чи запланирован. Вот поверте мені, якби я відносився примерно так ж, як відноситься сьогодні руководство міста к самому місту, ну, ми б имели вокруг не университет, а непонятно що. Возможністей у міста, ну, в десятки, якщо не в сотні рази більше, ніж, допустим, у мене і у української морської партиї. Понятно, що ми строимо, ми не з бюджету міста міста не беремо, не можливості брати гроші, і ми не просили з бюджету області, з бюджету країни. Ми строимо за те денежні средства, які ми самі зарабатываем і строимо. Сергій Васильович подсказыває, що є звонок по телефону 349258, к нам кто-то дозвонився. Здравствуйте, представьтесь, ми вас слушаємо. Ви в ефирі говорите. День. Здравствуйте. Меня звати Анастасія. Так, приєдно. Ми з всей сім'єю давали тесты в вашій кліниці, і я хочу выразити огромне благодарность за отношення і лояльний подход к каждому деценту. Сергій Васильович, подскажіть, будуть ли ви далі способствувати рішенню медицинських вопросів в нашому місті? Медицинські вопросы – очень важный сегмент. Сам хотел обратиться, потому що, як ми не хочемо говорити о пандемії, нікуди не денеться от нас. Це реалія, к сожалению, 2020 року, а може, і 2021 року. Юрокадемія, МГУ, Українська морська партия, як підходять к цим вызовам? Ми частично з вами говорили об цьому. Я просто ще раз хочу подчеркнути, що с першого дня ми займалися цей проблемою. Ми оказывали реальну допомогу жителям міста. Це не тільки для студентів національного университету і міжнародного гуманітарного университету. Я сказав, що якщо міст в марте місяці закупив, чи в апреле місяці закупив 2 тисячі тестів для всього міста, то ми закупили зразу 10 тисяч, а потім ще 5 тисяч. Українська морська партия. Ми увиділи, що відбувається така проблема. Аудиторії взяли, переделали аудиторії. На 300 чоловік аудиторії зробили палату інтенсивної терапії. Подвели туда тепло, воду, душеві. Ну, то, що должно бути в палате інтенсивної терапії. Ми показали і приїмали пацієнтів, і приїмали, і оказывали медичність допомогу, я подчеркну, безплатно. Більше того, приїхав нынешній губератор Максим Куців. Ми показали, що якщо необхідно, якщо визникне така необхідність, ми готові розмістити у себе на території полевой госпіталь на 1000 чоловік. Більниці – це добре. Більниці сьогодні переполнены. А якщо ударить ще одна волна, якщо вона прийдет к нам, що ми будемо робити? Ми в течінні місяця можемо розвернути, я подчеркну, отакой полевой госпіталь. Саме головне, що у нас є специаліст. Профісор Палясний, який блестяще знає медичину, він – действуючий доктор. Він знає і организатор, як лечити, і чим лечити. У нас є лицензія. Повішення кваліфікації врачей. В Медицинському інституті, нашому Международному гуманітарному университету, ми собрали сьогодні специалістів, лучших, і готовим сьогодні врачей, щоб вони работали на апаратах іскусственній вентиляції легких. Я считаю, що це реально. коли надвігається біда, перед нашим городом, в тому числі 2020 року, є такі відповіди, які наш міст згодом в год спровождають. Я маю віду ті розкопки, затяжні ремонти, к котрим ми, к сожалению, привыкаємо. Улица Канатная. Очередной ремонт стартовал там не так давно. Но пробки, которые в городе были спровоцированы, кстати, как вы, Сергей Васильевич, к нам сегодня добирались, потому что сумасшествие в городе творится. Ну і с такими ремонтами, які становятся «традицією», в кавычках, надо заканчувати. Ну, посмотрите, я просто, как і все одеситки, возмущаються. Пробки, люди проклинають эту власть, потому що вони не можуть саме елементарне. Взять начало учебного года, взять і закапувати опять то же самое. Каждый год на этой бедной Канатной происходит ремонт. Каждый год, вот спросите у любого одесита, вони розкапують, менюють трубы. Метр этой трубы стоїть 2100 долларов. Золотую трубу закапывают туда. Я не знаю. Я просто шокирован в отношении то, что сегодня до выборов нужно быстро освоить эти деньги. 48 млн. Я думаю, что це не окончательна цена, на этот участок работы потрачена. Я думаю, что придут соответствующие органы и проверят. 800 метров за 48 млн. Ну, простите меня, это цены. Я много в городе строю. Я очень много. Строю и один университет, и второй, и колледжи, и школы. Я знаю цену, сколько стоит куб бетона, сколько стоит труба. В силу того, что на протяжении четверти века я строю в этом городе, я знаю, сколько стоит любая работа. Танкер Делфи, ставший печальной визитной карточкой Одессы, наконец покинул акваторию пляжа Дельфин Одесского побережья. С одной стороны, я всех одесситов с этих поздравляю, но выводы, которые будут делаться, очень многие могут не понравиться. Ну, во-первых, слава Богу, можно сказать. Второе, они убрали Делфи, наконец-то. Мы думали, что если бы мы не подыгрывали судовладельцу, если бы его сразу разрезали в феврале месяце, Одесса бы от этого выиграла, потому что все равно то масло, те нефтепродукты, которые были на этом судне, они все сегодня на пляже. И то, что мы больше всех пострадала, Одесса, и в частности Национальный университет, юридическая академия, это бесспорно, потому что то здание, которое находится, 175-й причал, это здание, здание принадлежит морскому училищу, которое является структурным подразделением Национального университета и юридической академии. Мы оказали реальную помощь, и я не пиарюсь на этом, и я не комментировал так, как мэр, как министр. Мы представили возможность и помещений, и водолазы, и оборудование, которое есть, и курсанты, которые оказывали реальную физическую помощь. Мы остановили практику для наших курсантов. Мы делали все для того, чтобы чем-то помочь. Мы не поднимали это судно. Я не собираюсь говорить, что вот, при нашей поддержке подняли судно. Нет. Я считаю, что это была жесткая позиция президента Зеленского. Это жесткая позиция действующего президента, который сказал, выгоню всех, если вы не поднимете. Но цена огромная. Теперь еще месяц нам нужно наводить порядок. Нам еще месяц нужно чистить вот этот пляж, который загрязнен. Берег, мы его огородили. Теперь будем восстанавливать еще, наверное, не один месяц, потому что нанесен огромный ущерб. Теперь нужно с иском идти к судовладельцу. Во-первых, стоимость миллионов долларов, чтобы поднять это судно и отбуксировать его. Это сделало государство в лице Министерства инфраструктуры, которое сказало, что мы заплатим за это. Теперь к судовладельцу иск. Спасибо за эту информацию. Обязательно будем следить за этими событиями. Нас та еще Санта-Барбара ждет. Есть у меня такое предчувствие. Сергей Васильевич, не так давно состоялся съезд вашей политической силы Украинской морской партии. Я перед тем, как знал вопрос, хочу ознакомить для начала нашу аудиторию с цифрами, которые удалось прочитать на всеукраинском издании Голос.юэй. Поработали недавно социологи, столичные социологи, в том числе и по нашему городу. Есть свежие цифры по выборам мэры. Там идет по, по крайней мере, по процентному соотношению борьба между действующим городским головой и Сергеем Киваловым от Куринской морской партии. Остальные кандидаты далеко позади. Ну, интересный расклад по тем партиям, которые попадают в городской совет. Первое место занимает партия центральной власти, слуга народа. На второе место вышла партия наша оппозиционера, оппозиционный блок. Сажетя, вот на третьем месте украинская морская партия опередила партию городской власти. Украинская морская партия 16%, 16, чуть меньше партия доверяет делам, практически одинаково, но я помню, что было чуть меньше. Украинская морская партия набирает обороты. Сергей Алексеевич, прокомментируйте по партии результаты, потому что партия идет на выборы, во-первых. Идет не только на городские. Мы сейчас обсудили цифры по выборам в горсовет, но партия приняла решение идти в районные советы, в областные, ОТГ. Это действительно всеукраинская партия. То, о чем вы говорили, я, может, где-то сомневался, но убедили меня. Люди могут оценивать и сравнивать. Вот то, что сделали наши оппоненты, ну, мы говорим оппоненты, доверяя делам, то, что они сделали. Видно, что они за пять лет сделали. И одесситы видят, что сделала украинская морская партия. Те объекты, которые мы построили для города, это 20 спортивных площадок и стадионов. Я не знаю, если бы не было наших сооружений спортивных, где бы проходили, допустим, чемпионаты Европы, мира по бальным танцам, по художественной гимнастике. И в городе в тысячу раз больше возможностей у них бюджет. Бюджет больше 10 миллиардов. Можно было выстроить в каждом районе по одной школе. Детские сады повыстроили. Сегодня говорим о спорте. Они берут и говорят, на будущее в районе аэропорта построим спортивный стадион. Я даже слышал в прошлом году. Кого они дурят? Вот я вам просто хочу... Они будут строить. За 5 лет ничего не построили, а теперь они хотят спортивный комплекс строить. Вы конкретно скажите, что вы построили. Ни один мэр, начиная с 91-го года, не имел такой бюджет, который имеет сегодня нынешняя власть. Не имел никто, ни Бадалан, ни Гурвиц, ни Костусев, никто не имел такого бюджета. Можно было золотом все повыкладывать и позволить себе и парки привести в порядок. Поедьте в Харьков, который был после 91-го года, у него инфраструктура была значительно ниже по уровню, по благоустройству города. И сегодня поедьте и посмотрите. Просто надо любить свой город, к этому относиться совсем по-другому, не так, как относится сегодня действующая власть. Я считаю, что это никуда не годится. Я считаю, что одесситы должны пересмотреть свое отношение к нашим оппонентам, доверяя делам, которые возглавляет мэр нашего города Геннадий Труханов. С кем и с чем украинская партия идет на все украинские местные выборы 25 октября? Что это за люди? Какие основные ценности в программе? Это, наверное, программа должна быть отдельной. Надо каждого представить. Я готов представить всю команду, которая зайдет в городской совет. Я готов представить все то, что мы сделали и сделаем. Я подчеркиваю, и сделаем в отношении и социальной программы, и в отношении благоустройства города. Я просто знаю, что мы зайдем отдельной командой в городской совет и первое, что нужно посмотреть на социальные проекты. Первое. Нужно всегда думать о тех людях, которые нуждаются в такой помощи. Первое. это о детях и второе о стариках. Тех пенсионерах, которые проработали многие десятилетия и остались полностью нищими. Для детей в отношении спортивных площадок они должны иметь хорошее образование, что у нас есть и мы делаем. Они должны иметь медицинское обслуживание. И второе, самое главное, это то, что касается наших пенсионеров, которые проработали по 40-50 лет. Заслуженные люди. платили налоги. Да, они действительно очень заслуженные люди, которые платили налоги, которые жили своим городом, создавали это. Они сегодня полностью нищие. Полторы тысячи гривен у них пенсия. Послушайте, невозможно прожить на полторы тысячи. Поэтому, когда мы придем, а я уверен, что одесситы поддержат нас, каждый пенсионер получит дополнительно муниципальную надбавку. Карта Одессита, мы ее так называем, полторы тысячи ежемесяча. Не раз в год перед выборами. Сегодня, при том бюджете, который есть, это элементарно сделать. Нужно быть просто благодарным тем людям, которые создали наш город, которые строили этот город. И поэтому учителя, врачи, а особенно пенсионеры, они должны получать муниципальную надбавку. Депутаты городского совета, они должны решать эти вопросы. Мэр должен непосредственно выйти был и сказать, давайте мы сегодня будем всем пенсионерам, которые имеют нищенские пенсии, давайте сделаем муниципальную надбавку. Может, после моего сегодняшнего заявления, может быть, все-таки они очнутся, может, хоть на последней сессии сделают это, ну, поздно уже. Мы это сделаем, и эти муниципальные надбавки ежемесячно будет получать каждый пенсионер, каждый учитель и каждый врач. Еще есть немного времени, чтобы задать вопрос Сергею Кювалову 3492-58. Сергей Васильевич, я знаю, что, вот мы об этом говорили, украинская морская партия, не одесская, не региональная, украинская морская партия, знаю, что много времени проводится в регионе. Люди, которые будут представлять партию в различных органах местной власти, это люди, которые там живут, насколько я понимаю, это очень важный момент, это не как у некоторых политических сил, знаете, гастролера он приезжает там в тот район, в село раз в два-три года, никто его не знает, то есть это очень важный момент, что местные идут в партию. Вы знаете, у нас 98% кандидатов депутаты районных советов, городских советов, областных советов, они впервые будут депутатами. И мы работаем с теми людьми, которые являются организаторами, которые имеют возможность, допустим, повести за собой людей. Вот он есть и депутат на поселке Котовск, он живет в этом доме, и этот дом и близлежащие дома, они выдвигают его как кандидата в депутаты городского совета. Вы знаете, у меня было несколько попыток, чтобы показать, что мы можем. Вот мы с вами за такой промежуток времени невозможно это сделать. Вот у нас есть хрущевки, мы в общежитиях у себя, тоже есть у нас общежитие пятиэтажное. Мы поставили на каждое общежитие солнечные коллектора. Я подчеркну, солнечные коллектора по 12-14. Мы первые в Украине это сделали. И говорим, что давайте через бюджет города вот на эти хрущевки поставим солнечные коллектора. Я знаю, сколько стоит солнечный коллектор, забудем, что такое проблема с горячей водой. Вообще я вам хочу сказать, что это будет реальная помощь тем жителям, которые живут в Хрущевках. Эта программа рабочая, она опробирована. Я провел со своей командой энергетический аудит. Батареи окупаются за два года. Вы представляете? И мы показываем всему городу, показываем руководству города, говорим, давайте сделаем. Сергей Версич, есть идея, как сделать город лучше. Есть команда, есть украинская морская партия. Так может быть есть уже решение, готовность принять участие в выборах на пост городского головы 2020? Я иду в этом году на выборы одесского городского головы и я думаю, что одесситы меня поддержат. Потому что я знаю реальную социологию, я знаю то, что говорят одесситы. Я думаю, что у нас есть будущее, перспектива, и я, Виталий, буду хорошим мэром. Хорошего мэра делают еще и помощники, заместители, советники. Думайте об этом уже. Здесь я вам уже говорил, мы готовы зайти всей командой, и у нас есть те, кто отвечает за медицину, за спорт, за образование, за социальную сферу. Все они есть, и они сегодня идут при поддержке Украинской морской партии, и мы будем претендовать в том числе и на комиссии городского совета и на мэра города. Я думаю, что я прислушаюсь к мнению одесситов, и меня уже выдвинул Национальный университет, Одесская юридическая академия, это было на общем собрании, буквально несколько дней назад, рекомендовали мне идти в мэры города Одессы, чтобы все здания, сооружения и все то, что сегодня мы видим в Национальном университете юридической академии, в Международном гуманитарном университете, было примерно весь город то, что у нас. И все территории ухоженные, и здания отремонтированные, и здания построенные, и все то, что мы сегодня делаем, это делаем с командой. Конечно, один мэр ничего не сделает, нужна хорошая команда. У нас команда есть, и мы готовы полностью заменить всю команду нынешней городской власти. Работаем в прямом эфире 34-92-58, к нам кто-то дозвонился, здравствуйте, представьте, задавайте вопрос. Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте. Сергей Васильевич, я хотела бы узнать, вот что ваша партия могла бы сделать для возвращения нашему городу статуса морского города и морской державы? Украинская морская партия, логичный вопрос, спасибо, мы поняли посыл основной, все-таки законный вопрос, Сергей Васильевич. Я думаю, что из самого названия яствует Украинская морская партия, и у нас во всех документах зафиксировано, что мы как морская держава будем делать все для того, чтобы поддерживать политически тех людей, одесситов, в первую очередь, которые связаны с море, с морехозяйственным комплексом. А коллективы, допустим, Одесский порт выдвинул трех человек, чтобы они участвовали в выборах местных советов. Я считаю, что это правильно, потому что такие известные личности, которые разделяют программу нашей партии, которые разделяют устав нашей партии, это Николай Пантелеймонович Павлюк, герой Украины, человек, который много сделал для развития порта в нашем городе. И в завершении, Сергей Алексеевич, ближайшие полтора месяца для нашего города, как и для всей страны, будут непростые. Чего хочется одесситам пожелать? Наверное, спокойствия, чтобы с ума не сошли от этой всей политики, от черных политтехнологий, а это, к сожалению, будет, никуда не денешься, чтобы не теряли самообладание, наверное, чтобы оставались одесситами. Я просто хочу обратиться ко всем одесситам, к нашим оппонентам, чтобы они не забывали, что выборы пройдут, а нам жить в этом городе. Нам нужно проявить мудрость, спокойствие. Я хочу, чтобы наш город, город-герой Одессы, расцветал. Я хочу, чтобы мы показали, что одесситы могут все и последнее. Все то, что будет после выборов, а я надеюсь, что и городской совет будет новый, и мэр будет новый, мы зайдем всей командой и покажем, что мы можем реально изменить ту ситуацию, которая сегодня есть. У нас для этого есть все возможности, у нас есть хорошая команда, и самое главное, мы будем непосредственно советоваться с одесситами, как поступить в той иной ситуации. Даже если не будет закона о местном и всеукраинском референдуме, мы все равно утвердим положение о референдуме в городском совете, и все решения будем принимать сообща. Я буду знать и чувствовать и видеть и слышать мнение одесситов. И это мы сделаем, потому что у нас есть огромное желание, и самое главное, что у нас есть хорошая команда, которая сегодня готова зайти в городской совет. А перед тем, как поблагодарить Сергея Васильевича, есть звонок в самую последнюю секунду эфира. Говорите, в эфире, конечно же, мы вас пропустим. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Игорь. Сергей Васильевич, у меня к вам такой вопрос. Вы всегда защищали русский язык, и в Одессе, как известно, большинство говорит по-русски. Хочу спросить, собираетесь ли вы в будущем защищать права русскоязычных граждан? Как собираетесь защищать и как, так сказать, в свете украинской политики, как это возможно общегосударственной? Спасибо, Игорь. Ответим, Игорь уже еще. Ну, первое, я уже сказал, что мы подали. Украинская морская партия подала апелляцию на решение окружного административного суда. Это уже связано с тем, что мы все дело производства в городском совете будем вести на русском языке, общаться с одесситами на русском языке. Все, что будет связано с муниципалитетом и общением, все будет на русском языке. Естественно, что, я подчеркиваю, официальные мероприятия, все-таки это единый государственный украинский язык. Это однозначно. Но мнение одесситов будет учтено. А мнение одесситов, я знаю, 90% населения Одессы говорит на русском языке. Вы знаете, мы никого не обидим. Мы не будем во главу угла ставить вопросы противостояния украинского, русского языка. Этого не будет, потому что мы знаем, что такое язык и мы знаем, что такое религия и мы знаем, как к этому подходить. Мы просто хотим жить и быть счастливы в нашем городе. И не нужно создавать каких-то дополнительных препонов, не нужно создавать дополнительных каких-то трудностей. Я хочу, чтобы Одесса была процветающим городом. Я очень хочу, чтобы одесситы были счастливы. я очень хочу, чтобы одесситы в дальнейшем любили свой город, как они любят. Сегодня я уверен, что при новой команде Одесского городского совета мы сможем это сделать вместе с вами, дорогие одесситы. Я люблю Одессу, люблю одесситов. Удачи нам, благополучия и пусть нас всех хранит Господь. Спасибо вам за ту поддержку, которую вы оказываете Украинской морской партии и лично мне. Спасибо, Сергей Васильевич. Успехов вам в работе на благо города, на благо страны, в вашей команде. Спасибо. Оставайтесь на телеканале Репортер. С вами был Виталий Хемий. Всего доброго. До новых встреч в эфире. Продолжение следует...